Всем привет и приветствую вас на моем канале, а за микрофоном как стоп-лагиат, и добро пожаловать в четвертую часть обзора карт нового дополнения Бесплодные земли или битвы о бесплодных землях. Хотелось, конечно, сказать, что это вторая часть, как я оговорился в предыдущем ролике, но будем исправляться. Сегодня мы с вами рассмотрим, как я понял, все оставшиеся нейтральные карты. Нейтралки показали, нейтралки выглядят очень сочно. Да, сегодня не будет ни одной легендарки, сегодня не будет ни одного эпика, но поверьте, от этого карты слабее не стали. Да, удивительно, даже обычные и редкие нейтральные карты в 2023 году, в начале 2024, имеют вес. Не буду вас особо задерживать, по традиции пишите в комментариях, что вы сейчас кушаете, чем запиваете. Ну а за микрофоном как стоп-лагиат, если обзор вам понравится, окажется полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И давайте-ка с вами окунемся в этот невероятный мир нейтральных карт нового допа и поймем, что нейтралки в этот раз стали еще более имбовыми. Опа! Снова реклама Сируса от Плагича. Но сегодня у меня для вас что-то совершенно новое. 6 октября у Сируса открывается совершенно новый реалом под названием Сирус Соул Сикер. И да, вы правильно все поняли. На релизе у самого популярного проекта по Вовке на территории СНГ с огроменным онлайном, этот самый онлайн перейдет все границы. И да, вы ж не забыли, что на Сирусе можно играть абсолютно бесплатно. На релизе Сирус Соул Сикер абсолютно все игроки начнут с нуля, что даст тебе возможность сразиться с другими игроками прямо сейчас. Не забудьте позвать с собой своих друзей. Но если все они заняты, релиз нового реалма это прекрасная возможность завести себе кампанию для дальнейшей игры. Только осторожно, в новом игром мире будет доступен хардкор мод. Да, ты все правильно услышал. Если твой персонаж умрет, можешь с ним попрощаться навсегда. Но если хардкор мод тебе не интересен, как насчет урвать призовые, которые на релизе будут достигать миллиона рублей? За первый 80 левел, первое прохождение рейда или все-таки рискнешь и первым возьмешь 80 в хардкор моде? Все зависит от тебя. Сирус существует уже более 10 лет и за это время становится все лучше и лучше. Новые расы, новые локации, море уникального контента и многое другое. На Сирусе ты точно не заскучаешь. Чего же ты ждешь? Переходи по ссылке в описании, качай клиент и готовься к релизу нового реалма. И первая карта это механик поезда. Это 1 на 2, 1 нейтральная обычная карта. При смерти хрип вы получаете бочку слизи, токсичные отходы и обращаться с осторожностью. Надпись токсичные отходы, вот эта вот последняя, да, она ни на что не влияет. Это просто какой-то рофл от разрабов. Они решили добавить, не знаю, может быть как-то выделив токсичную атмосферу в сообществе ХС. Хотя вроде не то, чтобы так сильно оно и было. Но так или иначе бочка слизи это токен за 2 маны. Это заклинание, причем общее и это заклинание скверное, попрошу заметить. Когда эту карту разыгрывают, сбрасывают или уничтожают, наносят 3 дни с урона противнику с наименьшим здоровьем. Из интересного, наверное, из самого интересного механик поезда, наверное, является одним из немногих генераторов заклинания скверный для всех. Да, то есть это реально спелл для всех. На тебе, пожалуйста, играйте. Скверная бочка слизи. За 2 маны разыгрывать как бы ее может не очень интересно. Сбрасывать или уничтожить, ну, это тоже как-то выглядит сомнительно. Что значит уничтожить эту карту? То есть ты ее сжигаешь, ты ее сбрасываешь. Потому что я не очень помню, как именно эти карты уничтожались. По поводу сбрасывать и разыгрывать, это все понятно. Бочка слизи выглядит как довольно-таки неприятный спелл, который может залететь далеко не туда, куда ты хочешь. Но сам по себе он силен, потому что ты не смотришь на стоимость 2 маны, да? Вряд ли ты захочешь бочку слизи разыгрывать. Скорее всего, ты будешь ее сбрасывать или уничтожать, как тут написано. Механик поезда, в принципе, неплох, как такая агрессивная карта, с которой ты открываешься. Он тебе еще, как бы, позволяет продолжать свой темп. Если у тебя нет второго хода, то после предсерта хрипа бочка слизи дает тебе этот второй ход. Да, ты не сможешь наверняка понимать, куда она полетит. Если, например, на строе, понятно, будет два маленьких дропа с одним хп. Понятно, что эта штука в лицо не полетит. Полетит в какой-то из один дропов. Если там, например, один с бровесным щитом, да, Кровавый Рыцарь Паладина, а второй и без бровесного щита, то ты никогда не знаешь, насколько удачно тебе придется потрейдиться. Механик поезда, ну, пока что из всех нейтралок, выглядит неплохо в плане темпа, но не то, чтобы он сильно шокировал. Следующая карта, это сказочный Камива Ежор. Это 1 мана 2-2, обычная нейтралка. При сомерных хрип вы получаете змеиное масло, которое можно обменять. Если вы вдруг смотрите каждому обзору, во-первых, большое спасибо. Ставьте лайк и здесь, как бы обозначьте себя в комментариях. Так вот, если вы смотрели предыдущий обзор, там была нейтральная редкая нага, 4 маны 4-5, которая при сомерных хрипом замешивала два таких змеиных масла в лоду вашего оппонента. И, кстати, мне там обозначили в комментариях, что, на самом деле, эта карта, эта нага, да, очень неплохо будет помогать против карт на Рено, а именно карт без повторок, да, пусть будет эта карта без повторок, Хайлендер. И, соответственно, она поможет вам ломать все синергии всех Хайлендер-карт. Сказочный Камива Ежор здесь же для нас дает это змеиное масло, и в каком-нибудь, например, маге, насив или друиде через Рой будет выглядеть очень круто. Почему? Потому что мы получаем бесплатный спелл за 0 маны, который вы можете обменять в любое время, если вдруг он пока что вам не нужен, да, если у вас сиф еще не подсетаплено. И, соответственно, с этим змеиным маслом мы будем наносить, ну, естественно, столько урона, сколько у нас будет позволять СПД в лицо, ну, или вообще в любой таргет, даже себе в лицо можно будет накидать. Замечательная карта, я думаю, что эта нейтралка суперски зайдет в нового мага вместо, например, тех же самых монозмеев, потому что монозмеи, они, во-первых, дают нам эти стрелы, да, которые стоят одну ману, во-вторых, у них статы похуже, но, с другой стороны, да, у них, как бы, божаясь, значит, хотел сказать, у них боевые кличи не предсердных рип, и эти стрелы работают без СПД, то есть позволяют нам темпово трейдиться. Здесь, конечно, нужно будет подумать, потестить на релизе, но пока коми-вейджор выглядит, конечно, вкусно, но только подограниченное количество архетипов, которые могут получить большое количество СПД. Следующая карта — это жадный партнер, это 2 маны 2-3, обычная нейтральная карта боевых клич, если у вас в руке есть еще одна карта за 2, вы получаете монетку. А приятный 2-дроп, который имеет хорошие плотные статы, то есть он поживет нормально на столе, и плюс будет давать вам монетку на роге, например, если у вас в руке будет 2-дроп. 2-дропов у роги много, это Алхимик 2 маны 3-2, это Скрянки, это даже не знаю, что еще, ну, короче, много 2-дропов, очень такая приятная штука. С аномалиями, конечно, это не так хорошо сочетается, но, как мы знаем, с новым большим патчем, который выйдет 26 октября, аномалии ротейтнутся вообще, либо это только с дополнением новым будет, в любом случае аномалии скоро выйдут из стандартного формата, ну, это я к аномалии, которая дает вам монетку, которая удешевляет, там, вот эти вот, да, которые действуют на игровой процесс примерно как жадный партнер. А так выглядит неплохо, и у него эффект, да, или у нее, не знаю, довольно-таки, ну, условия, да, довольно-таки легко активировать. Хороший темпо-дроп. Следующая карта, которая действительно просто очень сильно впечатляет, это Золотоискатель, это 2 маны 1-2, нейтральная обычка, в конце вашего хода вы берете карту. Если вы помните мем с Виталией и с его крестьянином, то Золотоискатель, это крестьянин на максималках, потому что это не 2 маны 2-1, а 2 маны 1-2. То есть сейчас даже с монетки, там, например, маг, друид и все, существа, так сказать, все герои, которые наносят одну днис урона со своей силой героя, никак не могут этого Золотоискателя как-то, да, убрать со стола, и вы по-любому будете добирать картинки. Да, он стоит 2 маны, а не 1 ману, я это прекрасно понимаю, но это, конечно, очень приятная картинка, 2 маны 1-2, хорошие плотные статы для такого-то эффекта, да, который вам будет лутать карты только так, и зайдет в любую агрессивную колоду вообще с удовольствием, очень сильно. Следующая карта это кактусовый яростень, это реально очень какой-то такой странный яростень, это дефолтные статы 2 маны 5-1, хотя раньше они были 3 маны 5-1, и плюс у него еще и яд как бы есть. Зачем давать яд такому жесткому яростню, наверное, чтобы он прям наверняка кого-то точно трейдил? Угарно, угарно, не знаю, ну, типа, прикольные яростень, но не думаю, что он далеко пойдет, хотя яд выглядит устрашающе. Следующая карта это подвальный паук, и это действительно очень такое. Под вопросом картинка стоит, если вы играете еще сунгора, то вы наверняка знаете про существование улитки 2 маны 1-2, которая имеет провокацию и яд, и, ну, тоже является зверем, и мемы как смертокрылые отлетают от этой улитки, они никогда еще не были так актуальны. Подвальный паук ведь и мемы воскресит, и станет еще страшнее, потому что у этого паука есть маскировка, то есть, когда вы его выставляете, вы, ну, ваш оппонент никак его не может законтролить. Если оппоненту очень сильно нужно поставить какой-то большой дроп, то он обязан либо с этим подвальным пауком справиться, либо найти другой какой-то слабенький дроп, ну, либо другое существо, чтобы этого подвального паука забайтить на трейд, и затем уже его доесть. Иначе придется как бы жертвовать. Подвальный паук это сильная карта, от которой, очевидно, можно отыграть, выставив немножко не то существо, потому что после первой атаки, например, если это будет, ну, не знаю, пусть это будет элементарь огонек 1-2, да, он этого огонька сразу же забирает, и так как он бьется, маскировка спадает, и сразу же с ним можно взаимодействовать. Во всех других ситуациях, если у этого подвального паука правильно сетапите, ваш оппонент просто не в состоянии ставить свое существо. Хоть боевой клич как бы и сработает этого существа, да, он все равно откиснет. Очень неприятно, ну, как бы, спасибо, что такое включение в стандарте есть. Следующая карта это помощник сухая чешуя, это новая нейтральная нага 2-2, 2-2. Обычка. Боевой клич, когда вы в следующий раз возьмете заклинание, вы получите его копию. Это довольно сильно, если умеете сетапить. Я думаю, что эта нага может отлично зайти в мага, и отлично будет синергировать с другими существами нагами. Плюс следующее заклинание, которое вы будете брать, тут не написано. На следующем ходу тут просто любое заклинание, которое вы возьмете. Если у вас будет правильный сетап добора заклинания, то помощник сухой чешуя может внести огромное вэлью и может играться на хорошем уровне. Выглядит это очень неплохо для нейтралки. Следующая карта это разводчица дракончиков. Это дейманы 2-3, обычная нейтралка. В конце вашего хода вы получаете дракончик 1-2 с провокацией. Это вот такой вот радостный дракончик получается. Честно, вообще без понятия, зачем эта карта существует. Если вдруг какие-то синергии с драконами будут, будет, конечно, очень приятно, очень классно. Но пока такого не наблюдаем. Так что думаю, что разводчица драконов это такой филлер. Хотя на арене, конечно, вэлью генерация очень важна, и там он зайдет. Хмелевара салуна, 2 маны 2-2. Обычка, боевый клич, вы возвращаете в руку. Ваше выбранное существо, оно получает плюс 2-2. Довольно жестко. Очевидно, мы обращаем внимание сразу же на разбойницу, которая может шедоустепать хмелевара из 0 маны, снова ее выставлять. И, ну, хмелевара, конечно, будет пробафовать там какое-нибудь важное существо вам. Не знаю, на самом деле, кого можно назвать важным для таких вот постоянных возвратов и выставлений заново, да. Но это сильно, выглядит приятно. И, естественно, с шедоустепами и со всякими комбинациями именно для Роги круто. Для остальных, может быть, какие-то боевые кличи важные вы сможете вернуть, там, за шамана, элементалей каких-то и т.д. Очень, очень хорошая функциональная сексуальная карта для всех. И особенно жесткая картинка для Роги. Следующая карта это выветренная порода. Это новый нейтральный элементаль 3 маны 4-3 обычка боевых клич. Если на прошлом ходу вы разыграли элементаля, вы раскапываете элементаля из прошлого. Дефолтная карта элема, которая срабатывает от самой обычной синергии, да, между элементалями. Если на прошлом вы разыграли элема, этот элем получит какую-то способность. Но вот, раскопка выглядит очень-очень интересно. Вы раскапываете элементаля из прошлого. То есть это может быть и... Калимос. Калимос, калимос. Короче, вот этот тип. Очень много вариантов. Очень много хороших элементарей было выпущено в Хардстоуне Сейчас далеко не все существуют в стандартном формате Поэтому выветренная порода может принести куда больше value, чем изначально кажется Хорошая сильная нейтралка, которая может собой очень конкретно усилить любой архетип на элементарях Следующая карта это подковометчик Это новый нейтральный механизм 3 маны 2 2 обычный Боевый клич наносит видницу урона случайному существу противника На вскидку и одному из соседних существ Если что, на вскидку срабатывает, если вы этого подковометчика только что тапдекнули Либо получили с ресурс генерации рандомной, да, раскопали Выглядит он очень неплохо, особенно для механа архетипов 3 маны 2 2 статы слабоваты, но с учетом боевого клича Который позволит вам нейтральным 3 дропом потрейдить возможно даже двух существ Для этого всего он выглядит очень неплохо И я думаю, что может найти свое применение, ну как минимум с раскопки Следующая карта это полуденный дуэлиант Это очень прикольный такой концепт нейтралки 3 маны 4 3 обычка Присмертный хрип, оба игрока берут по карте Та карта, что стоит меньше, уничтожается Ну, сжигается, очевидно Жесткая картинка, выглядит прикольно Такая, знаешь, ситуативная техническая карта Которая, очевидно, нигде играть не будет Но с рандомной раскопки, с рандомного эффекта Вот так вот заспавниться этот дуэлиант спокойно может У него отличные статы для своей маны Агрессивные и жесткие Ну и преследный хрип, конечно, ну как же без него Выглядит он круто, но, естественно, он может сыграть Как в одну сторону, так и в другую Следующая карта это привратница с фонарем И эта картинка должна попасть на заставку этого видоса Потому что она, ну просто нереально круто выглядит Для нейтралки Триманы 3-4 обычка Боевый клич, вы замешиваете все карты из руки в колоду И берете столько же карт Да, привратница с фонарем Это новая карта, которая заменит Финли И вообще замечательная карта, которая спасет вас от мертвой руки Наконец-то избавление от мертвой руки Пришло вообще к любым колодам, ко всем подряд И привратница, я думаю, отлично зайдет В какие-то тяжелые контроль колоды Которые, ну либо комбо деки, да Которые могут словить плохую руку И именно из-за этого могут словить плохой винрейт Таких колод достаточно много Типа Биглока, Тадиуслока вот этого, да Ну и вообще любые Биг-Колоды Они проигрывают обычно, ну отчасти своей мертвой руке Привратница с фонарем эту проблему исправит И наверняка повысит винрейт всех подобных дек Выглядит очень круто Ставлю лайк за вот такую вот крутую нейтралку Следующая карта это участница хоровода Это 3 маны 3-2 нейтральная обычка Боевый клич, если у вас в руке есть еще одна карта за 3 Призывается случайно существо за 3 Классная темпа карта, если у вас будет много карт за 3 Извините, что быстро У меня просто ублюдок сверлит стену И хотелось бы уже дозаписывать без лишних шумов Следующая карта это буйный партнер Это 4 маны 4-3 нейтральная обычка Боевый клич, если у вас в руке есть еще одна карта за 4 Наносит 4 единицы урона Буйный партнер выглядит примерно так же сильно, как и двойка Которая, если у вас в руке есть карта за 2, дает монетку, да Очень сильно 4 маны 4-3 сильная агрессивная стата Ну, ладно, это не 3 маны 4-3, но неважно 4 единицы урона куда угодно Очень нормально, очень неплохо Ну и, конечно же, главное вот это вот условие на карту за 4 маны Я думаю, что его тоже просто соблюсти и ее реализовать Выглядит жестко, опять же, для нейтралки Следующая карта это взрывоопасные элементали Это 4 маны 3-3, обычный нейтральный элементаль провокации Пресмертный хрип Наносит 2 единицы урона всем существам, кроме ваших элементалей Отличное добавление в любую колоду на элементалях Отличная помощь при зачистке вашего стола В основном потому, что вы не будете задевать ваших элементалей Чужих-то вы сможете задевать, да Любой стол чистится Главное активировать этот предсмертный хрип Неплохо, хорошо будет лутаться с рандом генерацией Или даже можно использовать в колоде Которая не рассчитана на использование там каких-нибудь АОЕ заклинаний А вот вместо этого взрывоопасные элементали кладешь и как бы кайфуешь И последняя карта, которую нам показали Это нейтральный солнечный дракон Это 6 маны 6-6 трейдебл То есть можно обменять прохищение жизни На вскидку наносит 6 единиц урона Очень мощный дракон, который наносит 6 единиц урона куда хочешь Плюс вас хилит на 6 То есть это фаербол за 6 маны, который вас хилит Плюс еще выставляет за 6 маны 6-6 дракона Куча синергии, очень сильный дракон Мне он очень сильно нравится Но есть вопрос, конечно, об его использовании Хотелось бы видеть какую-нибудь дракона деку На синергиях плотных на драконах Обычно этим занимается прист Может быть в ближайшее время Таких кайфов на приста покажут И мы сможем возродить того самого дракона приста Из меты большого турнира Что ж, ребят, ну на этом все Огромное вам спасибо за просмотр Если обзор карт вам понравился и оказался полезным Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Надеюсь, вы там все доели, все допили Ну и, естественно, делитесь своим мнением в комментариях По поводу новых карт Что вы думаете по поводу новых технических картинок Смотрю, чтобы раз фокуса не было Нейтральных, да? То есть нейтралки выглядят сильно Согласны ли вы со мной или нет Делитесь в комментариях А за микрофоном был как-то плагиат И, конечно же, увидимся с вами на следующем стриме Который проходит каждый вечер Значит, в ближайшее время таких вообще много будет Потому что мы с Лехой будем играть в... Ну, на Сирусе снова качаться на хардкоре Ну, а уже завтра посмотрим на карты приста Я тут смотрю, на него будут нормально так все спойлерить Надеюсь, там будет много дракончиков Большое спасибо за просмотр А за микрофоном был как-то плагиат И увидимся с вами на следующем стриме И в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok